Мужика Анатольевна, сбор заявок у нас по программе «Комфортная городская среда» закончен. Очень много желающих, очень много звонков было в нашу редакцию с вопросом, а что дальше? Что необходимо сделать, чтобы именно мой проект оказался в программе? На самом деле граждане могут продолжать подавать заявки. Мы их будем включать в реализацию программы на последующие годы. Программа рассчитана с 2018 по 2022 годы. На сегодняшний день у нас отобрано 14 общественных территорий, создано 55 счетных комиссий. Необходимо просто прийти и проголосовать за ту общественную территорию, которую гражданин считает приоритетной. Это необходимо будет сделать 18 марта как раз на участке. Да, рядом с избирательными участками будут созданы счетные участки, счетные комиссии. У нас на сегодняшний день 55 счетных комиссий, куда граждане смогут подойти и проголосовать за ту территорию, которую они считают приоритетной. Если систематизировать заявки, жители каких территорий проявили наибольшую активность и что в первую очередь просят сделать? На самом деле все жители были очень активны и жители города непосредственно и сельских округов очень активно участвовали. В основном это устройство тротуарных дорожек, если это касается общественных территорий, установки освещения уличного, установки каких-то детских игровых площадок. Есть у нас такие проекты, как реконструкции скверов, парков, уже существующих, старых, давно любимых гражданами. Но это уже очень старые парки и мы их надеемся, что они победят в этом рейтинговом голосовании и будем реконструировать. Ну известно, что деньги придут из трех источников, это федеральный бюджет, региональный и муниципальный. А в каких пропорциях они будут распределяться, что пойдет на дворы, что пойдет на общественные территории? Ну это все будет зависеть, конечно, от голосования граждан. Значит, сколько территорий определят приоритетных граждане общественных территорий и сколько потом будет направлено на дворы, это все определят граждане совместно с общественными комиссиями. Не так давно в Анапе побывали у нас депутаты Законодательного собрания Края. И на встрече с главой нашего города было принято решение, что каждый из них выделит по 2 миллиона из своего фонда. На какие цели пойдут эти деньги? Уже известно? Да, уже известно. У нас три депутата, которые выразили желание свои средства направить на наш город-курорт. Депутат Бурлачко, председатель Законодательного собрания, депутат Пархоменко и Конограева. Значит, все, что касается средств, выделенных председателем Законодательного собрания, эти средства будут направлены непосредственно на приобретение и установку спортивного оборудования на территориях площадок, детских площадок, спортивных, игровых площадок на территории нашего города, в том числе и сельских округов, таких как Гайкадзорский сельский округ, Анапский сельский округ и на территории города. Также будут установлены детские игровые площадки, 10 детских игровых площадок на территории муниципального образования. А Пархоменко свои средства направляет на ремонт Дома культуры в хуторе Просторный. И депутат Конограева направляет свои средства тоже на ремонт и оборудование социальных объектов по сельским округам. Создание комфортной среды, ну понятно, что это дело не разовое, не одномоментное. Это плановая, системная, комплексная работа. Какие приоритетные сдачи вы сейчас перед собой ставите? Ну конечно мы готовимся к курортному сезону. Конечно мы готовимся встречать наших гостей. В этом году мы продолжаем строительство велосипедной дорожки. Вы наверное наблюдали на Пионерском проспекте. Мы активно это освещаем. В прошлом году мы построили до Дельфинария 2 километра. В этом году мы продолжили. И сегодня мы дошли уже до мечты. Закончим строительство велосипедной дорожки. Также мы к празднику 9 мая планируем построить сквер боевой техники при въезде в город на Симферопольском шоссе. Ну и не нужно забывать, что в этом году на нашей территории будут тренироваться команды к чемпионату мира. Поэтому в этом году у нас будет беспрецедентное, можно сказать, решение. Мы будем ремонтировать очень много дорог, подъездных путей к тренировочным площадкам на территории Битязева. Но речь идет не только о тех подъездных путях, которые непосредственно к тем стадионам и площадкам подходят. А подъездные пути, они включают в себя дорогу от аэропорта, например. И в этом году будет отремонтирована объездная дорога на Битязева, которая с федеральной трассы. Вы понимаете, где это? То есть, естественно, мы получаем от этого плюс курорту. Также будут отремонтированы дороги в Анапской и дороги в городе. И еще раз возвращаясь к началу нашего разговора. Еще раз уточню. 18 марта я прихожу и голосую за свой проект в счетной комиссии, которая расположена около избирательного участка. Предположим, что жители нашего двора, моего двора, оказались одними из самых активных. И наш проект победил и вошел в программу этого года. Когда мы увидим, что начнутся работы? Ну, ориентировочно в июле месяце мы уже начнем реализацию всех этих проектов. На сегодняшний день, вот я вам еще расскажу, мы сотрудничаем с очень серьезными проектными организациями города Краснодара, которые нам разрабатывают эти проекты. То есть, это не только дизайн проекта, это и серьезная проектная документация. Если граждане выберут именно эти проекты, пройдет государственную экспертизу. И ориентировочно в июле мы приступим уже к реализации. Мы до конца года должны эту программу выполнить в части этого года. Женя Гатурин, ну, во-первых, спасибо за этот разговор и хочется пожелать вам удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.